Слово Ну что же, я снова сегодня приветствую вас с великим именем Господа Иисуса Христа, того самого, о котором говорится в Четвертом Евангелии. И для начала хотел бы немножко подробнее остановиться на вопросе, который был задан вчера по поводу рукописи первых пяти стихов Евангелия от Иоанна. Дело в том, что практически все ранние рукописи, которые нам доступны, на самом деле фрагментарны, то есть они содержат неполный текст. Самая старая из известных нам рукописей, Папирус Райланда, содержит всего несколько стихов из 18 главы Евангелия от Иоанна. То есть большинство рукописей действительно каких-то стихов не содержат, и большинство стихов опустят. Они не отпущены в тех или иных рукописях. Однако это не значит, что на основе рукописного свидетельства можно оспаривать авторство или оспаривать подлинность первых пяти стихов Евангелия от Иоанна. Те ученые, которые это делают, оспаривают это по одной из двух причин. Либо они считают, что богословие первых пяти стихов уж слишком продвинуто для Иоанна, либо у них есть определенный предрассудок по отношению к автору этого Евангелия. Вчера мы закончили разговор о первой главе, в которой говорится о том, как Логос, Слово Божие, всегда и вечно существующее вошло в наше время, включилось человеческую историю. Тот, Который назван Словом, Тот, Который Творец всей жизни, принял на Себя нашу человеческую жизнь, принял на Себя, соответственно, и нашу человеческую смерть, чтобы Ему жить среди нас и принять смерть за нас. Первая глава закончилась величайшим обещанием данным ученикам. Обещанием того, что если они веруют сейчас, если они доверяют Иисусу сейчас, то они увидят еще большие чудеса в будущем. Чтобы восстановить последовательность событий, необходимо использовать несколько Евангелий. Процесс этот мы называем согласованием Евангелий. Согласование Евангелий — это и есть восстановление исторических событий, жизни и служения Иисуса Христа. Чтобы понять, когда происходили события, описанные в первых двух главах Евангелия от Иоанна, нам необходима помощь Евангелиста Матфея. В Евангелии от Матфея, третья глава, мы читаем о том, как Иоанн, двоюродный брат Иисуса Христа, преподает ему крещение в Иордане, в Иудейской пустыне. И после крещения Иисус уходит дальше, еще глубже в эту пустыню. Об этом в четвертой главе Евангелия от Матфея. Уходит для того, чтобы поститься 40 дней, уходит для того, чтобы потом подвергнуться и выстоять искушение от дьявола. Выдержав искушение, одержав победу над дьяволом, он возвращается обратно к Иордану, где Иоанн Креститель провозглашает, отвечая на вопрос, зависший еще с 22 главы книги Бытие, отвечая на вопрос Исаака, он провозглашает, вот он, Агнец Божий. Затем Иисус призывает учеников, Андрея и Иоанна, который так и не называется по имени Петра, Филиппа, Нафанаила. И потом он направляется к северу от Галилеи в город, который называется Канна. Эти события описаны во второй главе Евангелия от Иоанна. Перед нами открывается порядок, по которому приходит Иисус для того, чтобы искупить заблудших. Адам и Ева покорились греху в саду, в Эдемском саду. Иисус победил грех в пустыне. Об этом мы будем говорить подробнее еще несколько позже. Выдержав испытание грехом, выдержав искушение, Иисус отправляется на брачный пир. Грехопадение исказило, испортило буквально все. Да, мы продолжаем носить в себе образ Божий, но этот образ в нас запятнан. Этот образ в нас искажен, изъязвлен. Грехопадение разрушило буквально все, испортило буквально все. Но, пожалуй, одно из первых проявлений пагубного греха, пагубного эффекта грехопадения мы находим в семье, в браке, в отношениях между мужем и женой. Победив дьявола, того самого, который в свое время в образе змея одержал временную победу над нашими прародителями, Иисус направляется на брачный пир, в ту область человеческой жизни, на которой, пожалуй, более всего проявилась пагуба греха. Адам и Ева устыдились друг друга сразу же после грехопадения. Они прикрыли свои тела. Некоторые ученые, или, скорее, нет, не ученые, а проповедники, предполагают, что до грехопадения тела Адама и Евы были как бы в ореоле света. А потом, после грехопадения, этот ареол света исчез. Тела их оказались в темноте, и Адам и Ева устыдились, испугались. Стыд отлучил Адама и Ева от собственных тел. Стыд разлучил их друг с другом. В результате греха, в который они впали, они оказались отлучены и от Эдемского сада. Адам же начал обвинять Еву в том, что случилось. А потом, после Евы, стал обвинять также и Бога. Он говорит, Бог, между прочим, вот эта женщина, которая дала мне плод, «Откуда она взялась? Ты мне ее дал. Она от тебя, значит, ты виноват». Иисус приходит в Канну Галилейскую как подлинный свидетель, как тот, кто призван для того, чтобы исцелить брак, как тот, кто призван для того, чтобы восстановить этот порушившийся мост брачных отношений. Мы читаем во второй главе первом стихи Евангелия от Иоанна, на третий день, то есть в третий день их путешествия из Галилея, из Иудея, извините, на третий день был брак в Кане Галилейской, и Матери Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. Ну, возможно, была такая традиция, чтобы человек мог приходить с друзьями. Я не могу утверждать, что пригласившие Иисуса к тому времени уже знали, что у него пять учеников. Один из исследователей, доктор Дэниел Уоллес, из Далласской богословской семинарии, сделал такое предположение по поводу слов Марии в третьем стихе. Он вложил или, скажем так, прочитал в этих словах такой смысл. Ты знаешь, Иисус, вот у них вино кончилось. Если бы ты пришел один, все было бы в порядке. А привел ты тут с собой этих пятерых пинчужек, рыбаков, вот, и, соответственно, вина не хватило, они все выпили. Но на самом деле сказано тут только одно, что недоставало вина, кончилось вино. Понимаете, если жить в браке только своими силами, вина не будет, все кончится, сил не хватит. Но только обычно, но все-таки не с первого же дня. А уж, по крайней мере, на медовый месяц вина хватает точно. В третьем стихе она говорит ему как будто совершенно невинную вещь. Вина нет у них. И нам может показаться, что Он как-то, я с почтением сейчас скажу это слово, потому что речь все-таки идет об Иисусе, но нам по-человечески может показаться, что Он как-то грубовато ей ответил, что Он как-то слишком сурово ей ответил, а она не ожидала столь сурового ответа. Ну, по крайней мере, так по нашему человеческому рассуждению. В четвертом стихе Он отвечает ей, «Что мне и тебе, жену?» Или по-другому можно перевести «женщина». «А какое мне до тебя дело?» Или «Женщина, какое мне дело до этого? Еще не пришел час мой?» Запомните это, и вам это очень поможет в изучении Евангелия. Запомните то, что я вам сейчас скажу. Случалось ли вам при чтении Евангелия мысленно обличать Иисуса в логической ошибке, которая называется латинским выражением «non sequitur»? «Не следует». Когда Иисус говорит что-то такое, что не вписывается в контекст, что не включается, не входит в контекст рассуждения, Иисусу говорят одно, а Он отвечает как будто совершенно на другое. Вот вам один из примеров этого, как раз во второй главе Евангелия Теана. Она говорит совершенно обычную невинную вещь. Она вроде бы ничего не сказала. Она просто замечает, что у них нет вина, а Он реагирует на нее столь сурово. Почему? В конце второй главы, и в третьей главе, и в четвертой главе мы снова, и снова, и снова увидим то же самое. Почему же так? Потому что отвечает Иисус не на слова. И Иисус отвечает на мысли собеседника. Ведь мы с вами очень часто занимаемся вот чем. Словами, которые не имеют никакого отношения к делу. Мы прикрываем то, что мы на самом деле думаем. Мы говорим одно, а думаем при этом другое. И такой номер пройдет, в общем-то, с кем угодно. С мужем, женой, с друзьями, с сотрудниками, с коллегами, с родственниками, с родителями, с официантом, который в ресторане к вам подходит и спрашивает, ну как, вам понравилось мясо? Вы ему можете сказать просто что-то такое вежливое, и все. Такой номер пройдет с кем угодно, но только не со Христом. Мы слышим лишь невинную фразу. Вина нет у них. Иисус же слышит нечто большее. Слышит мольбу и просьбу. Давайте не забывать о том, что Мария – иудейская мама, мать иудейка, входящая уже в пожилой возраст. По большому счету, кроме нее никто не знает, кто такой Иисус. И она предполагает, что вот когда все узнают, когда он откроется всем, вот тогда ей будет здорово. И ей хочется, чтобы было здорово. Мы слышим лишь внешнюю оболочку ее слов. Вина нет у них. Сын же слышит сердце матери. Ты знаешь, сынок, мама ведь моложе не становится. Сынок, посмотри-ка вокруг. Вот тебе возможность заявить всем о том, кто ты такой. Вот тебе возможность, когда люди собрались. Ты только скажи, вот сейчас самое-самое лучшее время. Пришло твое время, сынок. Она же, собственно говоря, уже 30 лет ждала. Не хватит ли ждать? Нет, не хватит, потому что еще не время. Но дальше больше. Посмотрите на эту беседу Иисуса и женщины, которая знает его лучше всех людей. Мария говорит лишь невинную фразу. По крайней мере, так мы слышим. А он же понимает ее мольбу. Но в его ответе, в четвертом стихе, я слышу лишь отказ. Мария же, очевидно, услышала согласие. Потому что она идет к слугам, к служителям и говорит им совершенно неожиданную вещь. Я протестант. И должен сказать так. Я протестант до самого-самого-самого мозга костей. Чтобы вы поняли, насколько я протестант, скажу вам, что я уже сейчас ожидаю 9 июля. Потому что 9 июля этого года будет 500 лет со дня рождения Жанна Кальвина. И вы знаете, степень моего протестантизма и кальвинизма выражается, в частности, тем, что по этому случаю я, скорее всего, куплю торт. Но я живу в Венгрии. Я сейчас живу в Венгрии. В этой стране большинство людей, носящих имя христиане, принадлежат к лимско-католической церкви. Кстати говоря, наши страны похожи, потому что вы живете в стране, где большинство людей, называющих себя христианами, ходят в православную церковь. Среди прочего, мы, протестанты, не можем прийти к согласию с католиками, с православными в вопросе о понимании, о роли, в вопросе о роли Марии. Мы считаем, что римско-католическая и православная церковь раздули роль Марии выше всяких библейских пределов. Но это совершенно не значит, что нам постоянно с ними нужно спорить. Это совершенно не значит, что нам ничего хорошего не сказать о Марии. Так вот, я сейчас вам скажу кое-что очень хорошее о Марии. В пятом стихе Мария дает лучший совет из всех советов, когда-либо прозвучавших в истории человечества. Совет этот дает она служителям. Она говорит, что скажет он вам, то сделайте. Скажите, а вы можете представить себе лучший совет? Вы можете представить себе, чтобы кто-то сказал, посоветовал что-то лучшее, чем что скажет вам Иисус, то делайте. Невероятный совершенно совет, блестящий совет. Давайте примем его к исполнению. И вот вам невероятный совершенно диалог. Иисус говорит, не время, не время выполнять твою просьбу. А Мария обращается к служителям и говорит, так, готовьтесь. ТВ-семинари – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tvseminari.com. Пришел я, месяца два назад это было, пришел я в одну мастерскую менять шины. И мне сказали, что заменят часа через два. В Америке обычно так, когда приходишь чинить машину и тебе говорят, будет готово к вечеру. Значит, приходи через пару дней. А тут я думаю, ну ладно, что мне делать. Через два часа мне сказали прийти за шинами, а мне некуда было пойти, я вернулся через один час. Я вхожу и мне говорят, ваша машина готова. Всего, и в два раза быстрее, чем предполагали. Я говорю, ничего себе, вы же сказали через два часа, а сделали через час. На что он мне ответил, я стараюсь обещать меньше, а делать больше. Так поступает и Христос. Конечно, он не собирался сделать все, что она просит. Он не собирался открыть свою мессианскую сущность. Он не собирался прямо здесь и сейчас установить свое царство. Он не собирался ответить на все ее мольбы и выполнить все ее просьбы. Но все-таки он собирался как-то ответить. Он собирался что-то сделать. И она очень четко, очень точно это понимала. Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по две или по три меры. И Иисус говорит им, наполните сосуды водою. По две или три меры. Это значит, что в каждом сосуде было по 60-90 литров воды. Если бы слуги не были посвящены, преданы своему делу, они бы так развили руками. Какой смысл наполнять эти сосуды? Поручение, данное Иисусом, далеко не простое. Умучаешься, пока наполнишь. И совершенно бесполезно. Вчера мы говорили в связи с обучением 12, что Иисус обучает, что все, чему обучает Иисус, пожалуй, принадлежит к одной из четырех категорий. Вспомните, пожалуйста, хотя бы одну из этих категорий. Пожалуйста. Четыре категории обучения. Пожалуйста, народ. Что, ни одной я не помню? Один из четырех? Модел. Да, брать пример с Иисуса. Это один. Что еще? Так, и еще? Этернную перспективу. Делайте вечеринку. Да. Грой в вере. Грой в вере. Грой в вере. Грой в вере. Хорошо, это три. Третье, хорошо. Что последнее? Ну, и еще одно всего осталось, пожалуйста. Быть служителем. Being servants. Да, быть служителем, научиться быть служителем. These people, whom He used for His first miracle, His first sign, had learned how to be servants. Люди, через которых Иисус совершил свое первое чудо, первое знамение, уже научились быть служителями. А каков первый урок, который должен усвоить служитель? Служитель должен понять, кто здесь хозяин. Вот это первое, с чего начинается обучение служителям. И без этого дальше нельзя. Без этого больше нельзя. Пожалуй, служитель должен понимать всего две вещи. Во-первых, он должен понимать, кто хозяин. А во-вторых, что он хочет. Кто хозяин и что он хочет. А во-вторых, что он хочет. Служитель никогда, ни в каком случае, ни при каких обстоятельствах, ни за что не должен задавать себе вопрос и искать ответ на вопрос, почему и зачем. Служитель доверяет, что хозяин знает ответы на вопрос, почему и зачем. Мартин Лютер сказал, если мы хотим сделать очень много прогресса в христианской жизни, мы должны первое утроить вопрос, почему и зачем. Мартин Лютер в свое время сказал, если мы хотим хоть чего-нибудь достичь в христианской жизни, нам прежде всего необходимо распять в себе вопрос, почему. Думаю, что вопрос, почему, задавать все-таки можно. И задать его можно прямо сейчас. Только наше служение ни в коем случае не должно быть обусловлено ответом на этот вопрос. И мы должны быть готовыми принять ответ в любой момент, сейчас или позже, тогда, когда Господь скажет, и должны быть готовы принять любой ответ. Вопрос мы, конечно, можем задавать, но от ответа на этот вопрос не зависит, будем мы служить хозяину или нет. Эти слуги, эти служители не имели представления, почему Иисус дает им такое тяжелое поручение. И они наполнили эти самые водоносы, доверху наполнили. А потом в восьмом стихе Иисус им говорит, теперь подчерпните и несите к распорядителю пира. И когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха. Обратите внимание, распорядитель пира не знал, знали лишь служители. Распорядитель пира, начальник, не знал, жених, начальник начальника, представлений не имел, а они, служители, знали. Служители сначала не поняли, зачем, но ответ на этот вопрос они получили раньше всех остальных. Не знаю, когда совершилось чудо превращения. Когда вливали воду. Когда подчерпнули воду. Когда распорядитель пира поднес чашу к губам. Когда жидкость попала на язык. Я не знаю, когда совершилось чудо. Мне достаточно того, что чудо совершилось. И в 10 стихе распорядитель пира говорит жениху, это неслыханно. Не доводилось нам никогда пробовать такого хорошего вина, что самое удивительное, не доводилось нам никогда пробовать такого хорошего вина в конце пира. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии.